Всем привет! Меня зовут Ника. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас с вами распаковка первого полноформатного альбома Onio из Shiny Circle. И передо мной все версии. Гигантская версия с фотобуком, два Digipeca, QR-версия и S-мини-версия. И я на самом деле очень сильно удивлена размером вот этой версии. На камере она еще не смотрится такой огромной, но вот по сравнению с обычным Digipeca стандартным, я когда ее забирала, я просто на почте не поверила, что это моя посылка. Это был такой гигантский пакет. И несмотря на то, что упакована она была неплохо, она вся помятая, достаточно, видимо, хрупкая конструкция. Но сейчас мы будем к ней как раз переходить, с нее начинать и посмотрим. Я, правда, не знаю даже, как я буду ее распаковывать. Да, будем разбираться по ходу. Заказывала я на Джуми, мне положили вот такие классные еще фриби из прошлой эры, из Dice. Мне очень интересно, будет ли у нас дальше к следующим релизам фриби этой эры, потому что она такая эстетически красивая, я очень бы хотела. Но, да, давайте начинать с фотобуком, а потом будем смотреть на более маленькие версии. И я, честно, не знаю, как он поместится у меня. Из плюсов это soft-touch обложка. Она очень приятная. И это, получается, да, именно обложка. То есть это... Ну, это просто, это все помято. Но, да, это именно такой, даже не знаю, она со всех сторон закрыта. То есть с боков у нас она тоже закрыта. И вот так вот, видимо, нужно вытащить оттуда фотобук. Но у меня пока, да, не получается. Я, к сожалению, из-за его размера очень неудобно сижу и очень плохо еще вижу, что происходит на экране. Но давайте сначала на нее посмотрим. Здесь у нас сзади трек-лист, но о песнях мы поговорим чуть позже в самом фотобуке, который тоже, к сожалению, помят. Особенно вот здесь. Да, и как я его буду раскрывать? Надеюсь, он поместится. Потому что выше я уже штатив поднять не могу. Только отдалять, а это очень портит качество видео. Но давайте я для начала достану все вложения. Итак, сам фотобук у нас мягкий такой, без, конечно, обложки. Он вообще будет, наверное, очень плохо и стоять, и хранить его будет неудобно. Вот так у нас выглядит перед. Сбоку тоже написано. On you, the first album, circle. И сзади вот такая очень красивая фотография, Джинки. И давайте смотреть. Конечно, из плюсов такого гигантского альбома это фотографии. Они будут очень большие и красивые, да, я подозреваю. И, кстати, у нас здесь сразу трек-лист. Давайте быстренько о нем поговорим. У нас аж 10 песен. Это потрясающе. И в целом это прекраснейший альбом. Мне он очень понравился. Для меня этот альбом немного возвращения. Да, давайте я, наверное, мы начнем листать фотобук, и я буду продолжать говорить о песнях. Это возвращение к его дебюту, к войсу по некой стилистике и по моим ощущениям, по крайней мере, от альбома. Мне кажется, Dice был более экспериментальный, но здесь Джинки опять вернулся к тому, что он любит сам и что очень нравится мне. И я не могу не отметить, вот это мой любимый цветочный концепт, и его образ, это его рубашка прозрачная, джинсы, кардиган, сочетание всего его цвета волос и более длинных волос. То, что он отрастил волосы, вообще, конечно, это так шикарно выглядит, мне очень нравится. Да, вот это было у нас тизерное фото, потрясающе красивое, очень-очень замечательно. И мне, в принципе, нравится концепт альбома Circle, у нас описание сезонов, природы, дождь, солнце и ветер, и всё вот это вот сочетается, и концепты это тоже отражают. Они очень разные, диаметрально противоположные. Мне также очень понравилось, мне нравится Circle. Да, давайте начнём уже тогда с заглавки. Ну, песня шикарная, звучит шикарно, голос Джин Ки в ней тоже очень хорошо звучит, она им очень подходит. Мне также понравилась хореография, особенно, по-моему, M&Ed было первое музыкальное шоу, где он выступал, и там они сделали вначале не просто танцоры ходили, а они ещё сделали такой эффект, как делают в кино, когда человек один стоит в толпе, а толпа мимо него мелькает, и это было очень красиво. Очень подходящий эффект, красиво смотрелся именно в данной песне, да, мне очень понравилось. Да, фотографии, конечно, шикарные, но всё же, мне кажется, можно было сделать чуть-чуть поменьше. Мне кажется, это что-то вроде Red Velvet, их Квиндома, мне кажется, там тоже были такие гигантские фотобуки. Но вот такие развороты смотрятся, конечно, шикарно, просто шикарно. Да, возвращаясь в целом к альбому, это для меня такой же альбом, как и Voice, который я ставлю и просто слушаю на репите. Абсолютно все песни для меня шикарные, прекрасные, очень-очень мне нравятся. Я даже, я не могу, Voice один из самых любимых альбомов моих, в принципе, когда-либо выпущенных. И этот к нему подошёл очень близко. Для меня это настолько зона комфорта, я испытываю непередаваемые эмоции, слушая его песни. Они действительно дарят мне ощущение спокойствия, теплоты и уюта, поэтому я очень сильно их люблю. Как и Voice, я здесь, мне очень сложно было бы выделить любимые песни, но если бы всё-таки мне пришлось, то это были бы, я думаю, Expectations, Parachute и Walk With You. Ну, абсолютно все они шикарные, я просто включаю этот альбом, он и прекрасно подходит фоново, чтобы что-то делать, работать, делать домашние дела и для прогулок, и просто, не знаю, мне кажется, он идеален просто для всех случаев жизни, когда нужна такая спокойная, уютная, комфортная музыка с потрясающим вокалом, божественным вокалом, поэтому, да. И я также буду слушать физическую версию альбома, именно на диске тоже ставить, и будет это здорово очень звучать. И вот здесь у него веснушки, это так мило, очень мило. Вообще, мне кажется, ему подобные цвета волос, что-то рыжеватое, коричневатое, естественное, как в данном случае, очень подходит, и длина ему очень подходит, мне так нравится. Он выглядит ещё более комфортно, чем обычно. И у нас достаточно большой фотобук, это мне нравится, и то, что много концептов, мне тоже очень нравится. Последние релизы Шайни для меня просто один лучше другого, они все шикарны. И единственное, что меня расстраивает, это вот эти все вмятины на фотобуке, и то, что, да, он всё-таки достаточно хрупкий и не смог дойти ко мне в идеальном состоянии. Это единственное, что мне не очень нравится, в остальном это очень шикарно. О, и вот это тоже очень красивый концепт. И да, и этот образ. И фотокарты его в этот релиз, они такие милые, я очень хочу поскорее собирать их все. И мне так интересно, какие мне выпадут. Там есть очень смешные и очень-очень красивые. И вот это тоже фото, одно из моих любимых. Тоже было тизерное, потрясающее. Шикарный фотобук. И шикарные образы. Да, и также Джин Ки получил пару наград на музыкальных шоу впервые, что очень здорово с этим камбэком. И абсолютно заслуженно. Он явно очень хорошо потрудился над данным релизом. И очень много в него вложил. Даже несмотря на то, что у него последнее время было очень загруженное. И туры, и проекты. Но да, он всё равно смог сделать потрясающий альбом. Мне очень нравится. Здесь у нас оглавление. То есть у нас идут страницы. И также песни, к которой она относится. То есть песни тоже распределены по концептам, получается. И это очень здорово и интересно. Классная идея. Мне очень нравится. Да, и кредиты. Тоже достаточно прикольно оформлены. С маленькими фотографиями. И последняя страничка у нас вот такая потрясающая цветочная. Потрясающий фотобук. Очень красивый. Я очень довольна. Я так ждала этот альбом. Мне очень хотелось его получить побыстрее. Давайте смотреть наполнение. Первое, что у нас тут есть, это такая очень плотная открытка. И мне выпала моя любимая фотография. Как здорово. Она стояла у меня на заставке телефона очень долго. Да, это такой плотный картон. Классного качества. Она очень глянцевая. Здорово. Прикольно. Мне нравится это вложение. Я не очень смотрела, честно, на размеры. Почему меня удивляет формат фотобука. Я в шайне не особо смотрю размеры и вложения. Я просто смотрю, чтобы убедиться, что я купила абсолютно все вариации всех версий. И смотрю на фотокарты, когда делаю сетобайндер. Все. В остальном мне нравится удивляться. Дальше у нас идет диск. Отдельно. В последнее время, да, SM любит у нас класть диски отдельно. И он красивый. Мне нравится. Мне вообще нравится артвок альбома и в целом, да. Это сама надпись. Секл, как сделано с этим кружочком. Мне кажется, классно. Реклама SM. В последнее время они что-то перестали делать. Персонализированные рекламы. Ну да ладно. И остался у нас рандом. Да, у нас есть вот такая пленочка. По-моему, она рандомная. Мне кажется, одна из двух. Мне выпала вот такая. Красивая. Не знаю. Эти все вложения в последнее время я для шейни обычно все большие вложения в байндер помещаю. Но в последнее время они их делают такие неформатные. И у меня не так много листов для больших вложений. Поэтому я, если честно, начинаю сомневаться в том, что я буду все это раскладывать туда. Скорее всего, нет. Но что я буду туда раскладывать, это, конечно же, фотокарты. У этой у нас не самый захватывающий задник. По-моему, у других карт я видела более красивый. Но давайте посмотрим, какая мне выпала. О, какая красивая. Очень нравится. И он тут улыбается. Я обожаю, когда Джинки улыбается на фото. И на картах, конечно же, тоже. Здорово. Классно. У меня будет, кстати, еще одна версия фотобука. Я заказывала, по-моему, с анбоксинг-ивентом SM. Может быть, она ко мне придет в более хорошем виде. Посмотрим. Дальше, я думаю, давайте перейдем к диджипекам. Давайте вот с этого начнем, потому что это моя любимая обложка из двух. Я так понимаю, что внутри все одинаковое. Разница была только в обложках. Но, конечно же, я купила оба. Он, кстати, тоже очень приятный на ощупь, soft touch. Мне нравится, что в этом релизе у нас все такое классное в плане именно материала, обложек. Вот так у нас выглядит задник. Боковушка. И, да, это абсолютно стандартный диджипек. О, здорово, что здесь у нас фотография, Джинки. Здесь у нас должен быть плакатик, скорее всего, рандомный. О, и мне выпал вот такой вот красивый. Да, посмотрим, будет ли дубль. Я, конечно, очень надеюсь на то, что выпадут разные карты. Диск у нас черный в этот раз. И здесь, да, должен быть маленький фотобук. С цветочной обложечкой. Очень классно. Давайте посмотрим. И, да, у нас тексты песен идут, и фотографии, наверное, тоже будут во всех концептах, интересно, или только в цветочном. Да, концепты все. И вот эти мне нравятся разворотики. В целом, да, если вы хотите одну небольшую версию, то это, мне кажется, хороший вариант. Тут и фотографии. Кстати, не все концепты, только два. Да, это интересно. Тогда можно было бы в диджипаках сделать и разные фотобуки, с разными разделить концепты, но, по-моему, так и сам не сделал. Реклама, конечно же. Здесь у нас черный задник у фотокарт. И, да, я, кстати, я обожаю подпись Джинки. Одна из моих самых любимых подписей, в принципе, у айдолов. И давайте смотреть. Это одна из моих любимых карт. Он тут такой милый и такой забавный. Я очень рада, что она мне выпала. Прикольная. Такая классная. У него тут такие линзы, они голубые, и очень неестественно смотрятся, что, мне кажется, добавляет забавности. Под вспышкой он, видимо, фоткался, поэтому такой эффект. И давайте быстренько посмотрим на второй диджипэг, проверим, отличается ли что-то. Конечно же, отличается обложечка. О, и вот здесь тоже у нас другая картинка. А может быть, они разные? Может быть, я зря тут Сэм обвиняю? Так, но плакатик нам выпал такой же. Ладно. Диск точно не отличается. И давайте проверим фотобук. Может быть, у нас действительно тут другие концепты? Да, мне кажется, что зря я обвиняла Сэм. Они действительно разные. Шикарно. Отлично. Вот это отличная идея. Да, они, получается, разделили концепты на две части. Два у нас было в том. И два в этом. И прекрасно, прекрасно. Потому что, да, очень часто они делают какую-нибудь хотя бы одну версию. И зачастую это диджипэг, где отличается только обложка. И больше ничего не отличается. И больше ничего не отличается. Но не в этом случае. Это классно. И, в принципе, у нас тут достаточно много фотографий. Отлично. Я очень довольна. Реклама Сэм. И давайте смотреть на фотокарту. Ей мне выпала другая. Супер. Я очень рада. Какая она милая тоже. У него все карты, да, в этот релиз супер милые. Отлично. Отлично. Дальше давайте перейдем к QR-версии. Это у нас коробочка такая. Похожие версии были у Кибома в киллере в плане QR и S-mini. Да. Но мне очень нравится вот это синее оформление. Мне кажется, оно смотрится прекрасно. И давайте смотреть на фотокарты. Итак, первая у нас тут идет инструкция по установке приложения и тому, как его использовать. Из рандомного у нас стикер и вот это селфи. Давайте начнем сначала с нерандомных карт. Так, это карта, на которой у нас сзади находится QR-код, которая сама дает скачивание альбома. Вот так выглядит задник. И дальше у нас 10 карт просто концептных, но очень красивых и с потрясающими просто задниками. Вот эти мои любимые. Жалко, что я сам не сделал подобные задники для самих фотокарт. Но что поделать. И да, фотографии очень красивые. Так, давайте, наверное, вот так я покажу быстрее вам их. И они тоже, да, во всех концептах. И мне нравятся такие версии. Как любителю фотокарт, это идеально. Да, и я все их размещаю в бандере. Это классно. Единственное, почему их 10, а не 9, я не понимаю. Но что поделать. Вот это такая классная. Очень они красивые. И давайте смотреть на рандом. Начнем со стикера. Стикеры я не собираю. Да, я оставлю только вот этот один. Размещу его в бандере. Так как он влезает по размеру спокойно в ячейку стандартную. И да. Стикеры я не очень заинтересована в их сборе. И здесь у нас задники синие. Ой, мне выпал другой концепт. Мне нравится, что мне все селфи пока выпадают в разных образах. Это очень классно. И очень красивое фото. Мне так нравится его ожерелье здесь. Супер, я очень довольна. И последняя наша версия на сегодня. Это S-mini. Стандартная тоже уже для S-M. Ой, очень неудачно. У меня вот раз стикер отклеился. Но да ладно. И у меня какой-то немного треснувший вот этот маленький наш джолкейс. Но зато он мне нравится сам по дизайну. Что тут есть фотоджинки. Вот так у нас выглядит задник. И, кстати, мне кажется, до этого не было вот этого хвостика для открытия. Или меня глючит. Но мне кажется, они чуть-чуть поменяли дизайн. Внутри у нас вот такой вот мини-диск, который коннектится к телефону тоже через разные приложения. Да, мне кажется, они что-то поменяли. Тут еще появились вот эти штучки, которые его держат. В общем, S-M продвигается с этой версией и модернизирует ее. И мы можем вдеть цепочку вот сюда в ушко и использовать его как брелочек. И здесь у нас фотокарта. Вот такой вот небольшой конвертик. Мне выпала самая забавная карта в этом концепте тоже. Мне очень нравится. Это такой забавный образ. Ой, здесь у нас желтые задники. Ой. Да, получается, мне просто во всех концептах карты выпали. Это так классно. Мне очень нравится. Здесь у нас тоже та инструкция, как это все использовать. И на этом у нас версии закончились. Давайте я соберу все вместе. И на этом на сегодня все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Увидимся с вами в следующем. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok